Приветствую тебя, мужчина, на связи Владимир Шамшурин и в этом видео хочу затронуть такую тему, что мужчина должен, что мужчина не должен, то есть об этом можно спорить бесконечно, интернет полон какими-то видео на эту тему, что женщины выступают, как бы говорят, что мужчина там мне все должен и так далее и тому подобное, какие-то мужчины снимают видео, в которых они говорят, что там мужчина ничего не должен, ну то есть очень много каких-то обиженных на женщин ребят, которые там пытаются там объяснить, что кто кому должен, вот, то есть я хотел высказать свое мнение, здесь очень такой, скажем, тонкий вопрос, но ты вправе соглашаться со мной, вправе не соглашаться, я тебе сейчас просто скажу некоторые от себя вещи и что я считаю, что мужчина должен, что не должен делать, как бы их на самом деле намного больше, вот, допустим, давай начнем с того, что я считаю, что мужчина не должен и не обязан, как бы дарить цветы на первой встрече девушке, то есть идти на свидание с цветами, и уж тем более с подарками, как бы откуда это взялось, ну, нас так воспитал социум, нас так воспитали наши мамы в детском саду, в школе, то есть то, что там девочку нужно там добиться, девочке нужно там внимания, ухаживания и так далее, девочке нужен нормальный мужик, во-первых, то есть нормальный мужик, я имею ввиду нормальная личность, то есть и задача, как бы там твоя, как мужчины на первой встрече проявить себя как личность, то есть проявить себя, показать какой-то интересный, разносторонний, там ответственный, классный, крутой, интересный, добрый, злой, не знаю, разный, живой, настоящий и так далее, то есть для этого совсем не обязательно дарить девушке цветы и там подарки и все прочее. У меня был случай не так давно, ну хотя таких случаев было много, когда я познакомился с девушкой и она говорит, то есть вызваниваю ее, приглашаю на свидание, она такая говорит, слушай, я очень люблю цветы, я говорю, для чего мне эта информация, то есть зачем ты мне об этом говоришь? Она такая говорит, ну, там, чтобы ты подарил мне цветы на свидание, причем я люблю такие-то, то есть причем она сказала это таким тоном, что мне это, мягко говоря, не понравилось и я говорю, слушай, а если я приеду без цветов, то мне есть смысл вообще приезжать без цветов или нет? Она говорит, ну, без цветов тогда, тогда, наверное, не надо. Я люблю цветы, я говорю, ты серьезно сейчас? То есть она говорит, ну, там, ну, может быть, она пошутила, но я это воспринял слишком буквально и сказал, что окей, тогда, наверное, лучше не надо и мы с тобой встречаться не будем. Возможно, кто-то, например, ты или ты, или ты, кто сейчас смотрит это видео, думает, блин, ну, это же бред отказываться от свидания с красивой девушкой, то есть из каких-то принципов. Я считаю, что я сам по себе интересный, классный, уникальный, там, нормальный, настоящий мужик, как бы, и я автономно, без цветов тоже чего-то стою. То есть в ее понимании я могу, как бы, представлять из себя что-то только в комплекте с цветами. То есть если этих цветов в комплекте нет, значит все. Вот, поэтому, ребята, как бы, я не против романтики, я не против каких-то там нежных, трепетных проявлений чувств, но если вы идете на первую встречу, не надо дарить цветы, не надо дарить подарки и так далее, потому что ваша задача девушку узнать. Я этой девушке сказал, если ты мне понравишься дальше в дальнейшем общении, я, конечно же, буду дарить тебе цветы, потому что, ну, мне будет самому от этого приятно. Она там начала говорить, вот что значит, если понравишься. Ну, короче, ребята, в топку таких, то есть вы этого делать не должны, и я вам искренне этого делать не рекомендую. То же самое здесь следующее, что вы не должны водить девушку на первой встрече, ну, как бы, в какой-то супер дорогой пафосный ресторан, то есть вы не должны придумать для нее какую-то особенную культурную программу. Я считаю, это лишнее. То есть задача первой встречи, там, девушку узнать. Я бы, наоборот, даже на вашем месте прятал все свои, там, дорогие часы, какие-то причиндалы, приезжал бы на метро, а не на автомобиле или на такси. То есть и не пытался вот это все демонстрировать. Почему? То есть есть такая ошибка, когда мужчина пытается, ну, то есть подкупить девушку какими-то своими ресурсами, цветами, подарками, дорогими украшениями, какими-то дорогими блюдами в ресторане. То есть вы приводите ее в какой-то ресторан, заказываете креветки, там, не знаю, верблюжьем или в жирафьем соусе, каком-нибудь вино за 20 тысяч рублей. Это все не нужно, вы не должны этого делать. Вы должны, наоборот, проявлять себя как интересную личность. Понимаете, как бы деньгами на самом деле проще всего заинтересовать девушку. Потому что, ну, как бы таких парней немало кто зарабатывает. Плюс это утопия изначально. Вы же ищете себе в конце концов ту женщину, ну, я имею в виду тех мужчин нормальных, не тех, которые пытаются свою самооценку и не умение общаться с женщинами, компенсировать деньгами и прячутся за свои деньги. Я имею в виду тех нормальных мужиков, которые хотят найти нормальную девушку для нормальных отношений, которая не уйдет от вас в момент вашего какого-то кризиса. То есть она останется с вами, независимо от того, есть у вас в данный момент какие-то финансовые проблемы или их нет. Поэтому, ребята, проявляйте себя как личности. То есть не надо пытаться подкупить деньгами и подарками. Еще один минус дорогих пафосных заведений, ресторанов. Если вы практикуете пикап, если вы собрались все-таки девушку там трогать, кинестетить, возбуждать, целовать и так далее, то есть для этого должна быть какая-то интимность, относительная интимность обстановки. Как бы там с этой интимностью больше проблем, потому что повышенное внимание со стороны персонала, со стороны стаффа. Вы не успели допить вино, там только поставили бокал, вам уже откуда-то появился человек, то есть наливает и так далее. И они за вами наблюдают, девушка это тоже видит. Это для того, чтобы женщина разрешила тебе к себе прикасаться, то есть себя трогать, целовать и себе разрешила делать с тобой то же самое. То есть ей нужно какую-то относительную интимность обстановки создать. Отсюда такая проблема. Постоянно слышу практически от 80% своих взрослых клиентов, то есть это мужчины, которым там под 40, в районе 40, 37, 40, которые приходят на индивидуальное обучение, они приходят с таким запросом, они в самом начале, когда начинаешь с ними откровенно разговаривать, они говорят, слушай, вот такое ощущение, что всем женщинам интересны только деньги, типа мир сошел с ума, мир перевернулся и так далее. Я согласен, что сейчас, особенно девушки, которые помоложе, они как бы насмотревшись всей вот этой фигни там как бы в Инстаграме, в Ютубе, по телеку и так далее, все хотят там принца на белом коне, желательно там на двух конях одновременно, то есть это нормальное в принципе женское желание, единственное, они его немножко как бы утрируют, что ли, преувеличивают и слишком открыто о нем заявляют. Но проблема мужчин в том, что они сами себя неправильно позиционируют, то есть он говорит, все девушки хотят от меня только денег, они все такие-сякие, так извините, вы подходите к ним, говорите, сразу пытаетесь их как-то подкупить, то есть вы говорите, давай там я тебя, я буду твоим спонсором, я готов там взять тебя на содержание, давай я тебе подарю там машину, я подарю тебе шубу, я подарю это, подарю это. Почему не начать общение с того, что вы просто классный мужик, то есть вы подходите, потому что вы интересный, как бы пытаетесь общаться не подкупая. То есть в этом вся проблема на самом деле вот этих вот 40-летних обеспеченных мужиков. следующее, что мужчина не должен делать, на мой взгляд, он не должен заниматься, скажем такими домашними женскими делами. То есть о чем я говорю, есть какие-то вещи из серии уборка, готовка, там глажка, стирка и прочее, там соответственно какой-то уход гигиенический за детьми. Как бы я считаю, мужчина не должен этого делать. То есть не то, что женщина, твое место у плиты. Если ты хочешь помочь своей девушке, если она у тебя заболела, не знаю, там, или ты хочешь тебе самому в кайф совместно с ней приготовить какой-то там ужин, например, вы вместе стоите за плитой, вместе что-то там делаете, там режете салат, не знаю, жарите мясо. Ради бога. То есть если ты хочешь это делать, действительно хочешь, да, но если девушка начинает тебе там навязывать эти какие-то вещи, если ты делаешь это слишком часто, я считаю, что это плохо, потому что как бы какая-то подмена ролями, то есть ты начинаешь превращаться в женщину постепенно. Мужчина должен, то есть его интересы вовне дома. То есть это работа, это бизнес, это какая-то там карьера и так далее. То есть это какая-то движуха, ну то есть вот этот сектор, он направлен из дома, то есть там его интересы, там его поле деятельности. А интересы поле деятельности женщины – это как раз дом, семья, очаг, то есть это вот это вот. Поэтому я считаю, эти вещи нельзя путать. Поэтому я считаю, мужчина это не должен делать категорически. Он должен уметь вбить гвоздь, там, вкрутить лампочку, починить кран. То есть да, с другой стороны, самое главное, пожалуй, если ты не можешь этого делать, если у тебя руки два в разлуке. Все равно как мужчина должен решать вот такие вопросы, то есть там сломался кран, сломался, не знаю, холодильник, нужно повесить картину. Не можешь сам решить этот вопрос, вызови мастера. Не можешь вызвать мастера, дай жене денег там или своей девушке денег, чтобы ей было достаточно этих денег для того, чтобы она вызвала мастера. Сказал, вызовешь мастера, заплачешь ему сколько нужно. То есть вот это уже твоя компетенция, твоя сфера действий. Но вот эти всякие уборки, глажки, стирки и готовки, я считаю, что это херня, которой мужчина заниматься категорически не должен. Следующее, что мужчина не должен. Мужчина просто вот ни в какую не должен носить женскую сумочку. То есть я, слава богу, не часто такое наблюдаю, но когда я это вижу, я даже не знаю, смеяться или плакать, потому что это настолько унизительно, что, ну блин, зачем тебе мужская сумка, женская сумка, я не понимаю. Ты мужчина, а ты несешь женскую сумку. То есть для того, чтобы что? Чтобы твоей девушке было легче. Я почему-то не думаю, что она в свою сумочку нагрузила кирпичей или каких-то, не знаю, 32-килограммовую гирь туда засунула. Если женщина несет с собой сумку с ее какими-то вещами, с ее причиндалами, аксессуарами, не знаю, средствами ухода за собой и так далее, пусть она это и делает дальше. То есть это ее сумочка. Мне кажется, это выглядит просто унизительно. Вообще нереально унизительно. И как бы некоторые идут с таким гордым лицом, при этом у них вот такое гордое лицо, что как бы еще часто вижу такие картины. Знаешь, когда в торговом центре девушка идет впереди, такая типа пафосная, вся надменная, такое ощущение, что она никак не относится к мужчине, который идет сзади нее, а сзади нее мужик идет с ее сумочкой, с пакетами, короче, вот с кучей этих пакетов, там пытается ее догнать, идти за ней. То есть, блин, ну как бы женщина должна идти рядом, наверное, как-то, проявляя внимание к своему мужчине, то есть там поглаживая его по спине, по плечу, то есть показывая всем своим видом, что как бы, как я счастлива, что это мой мужчина, смотрите, какой он у меня классный. Или даже может быть сзади него, ну то есть и уж точно нести свою сумку, то есть женщина должна сама носить свою сумку, мужчина крайне и категорически не должен этого делать. Следующее, что мужчина должен, например, давай поговорим, мужчина должен нести ответственность полностью за себя, за свои действия, за свои слова, за свои какие-то решения, поступки и, соответственно, он должен нести ответственность за свою женщину, за, также за ее какие-то поступки, за ее какие-то косяки, за ее какие-то проблемы и так далее то есть если ты приручил кого-то да то есть ты в ответе за то кого за тех кого ты приручил то есть это нормальная естественная истина следующее соответственно исходя из этого дальше мужчина должен мужчина должен быть добытчиком моем понимании добытчик это мужчина который зарабатывает деньги однозначно и даже какие-то трудности временно по работе или по бизнесу добытчик это тот кто независимо от того есть эти деньги или нет все равно может достать все необходимое то есть какими-то путями где-то что-то насуетиться договориться как бы найти все возможные невозможные способы чтобы закрыть все свои потребности потребности своей жены девушки и так далее и соответственно потребности своей семьи то есть каким образом ты это будешь делать неважно и отсюда следующее что мужчина должен то есть это очень важная вещь мужчина должен зарабатывать больше чем его женщина потому что иначе будет просто ну как-то никак не часто такое встречается но встречается у меня есть такие знакомые союзы скажем мужчины и женщины где девушка зарабатывает больше чем ее мужчина чем ее парень то есть и я бы лично не смог себя чувствовать нормальной комфортно если бы я зарабатывал меньше своей девушки например то есть как правило это выливается во что в следующее что неосознанно мужчина начинает больше проявлять агрессию к жене к своей либо его наоборот вы давит задавливает придавливает этой ситуации что начинать еще больше прогибаться либо он начинает проявлять больше агрессии как бы пытаясь компенсировать этой агрессии отсутствие того что он зарабатывает больше вот значит следующее мужчина не должен проявлять излишнюю ревность давай допустим рассмотрим ситуацию что девушка твоя она как-то вызывает повода для ревности и ты чите с этим делать то есть чтобы я с этим сделал я бы с ней поговорил как бы когда ты говоришь ты всегда должен транслировать то что я не завишу от тебя всецело то что если ты сейчас уйдешь то мне будет плохо и так далее у тебя какие-то истерики ты спокойно говоришь ты знаешь там дорогая мне не очень нравится вот такая-то такая-то ситуация что ты делаешь вот это или иные вещи я как бы считаешь если ты дорожишь нашими отношениями как бы тебе следует это делать прекратить мне это неприятно минимум это не вызывает у меня какой-то радости наших отношений все можно объяснить спокойно доходчиво но при этом собственным достоинством как правило мужчина когда ревнует и ревнует каждому столбу очень сильно он транслирует не уверенность в себе то есть если я знаю что я самый лучший для своей девушки и вообще самый лучший мужчина если у меня есть эта уверенность я не буду переживать если она куда-то пойдет с подругами в клуб там или куда-то еще то есть я знаю что она всегда вернется ко мне она меня любит я для нее самый лучший если вы ревнуете каждому столбу вы показываете свою неуверенность себе во первых во вторых вы показываете вашу зависимость от женщины я считаю что в нормальных отношениях в крепких отношениях если ты хочешь чтобы они были крепкими надо наоборот стараться не ревновать девушку не показывать этого то есть у нее должно у девушек какая-то такая логика ревнует значит любит типа если не ревнует значит я ему как бы не особо интересно но есть такое правило да что чем меньше женщину мы любим тем больше нравимся мы ей поэтому пусть она думает что если ты ее не ревнуешь значит она тебе не нужна там ты ее не особо любишь я считаю ни в коем случае нельзя там ограничивать свободу девушки то есть ты не должен этого делать не должен то есть ты наоборот должен показывать что если ты уйдешь в принципе как моя жизнь хуже не станет то есть должна быть наоборот некая нехватка тебя в ее жизни то есть о чем я говорю она например хочет чтобы ты чаще звонил ей спрашивал как у нее дела где она пропадает типа там почему тебе это неинтересно то что там не ревнуешь я же могу где-то быть там то есть а ты должен звонить ей например и спрашивать как у нее дела и где она то есть когда она вернется и так далее где она находится чуть реже чем я этого хочется сюда создай наоборот какую-то нехватку себя в ее жизни ни в коем случае не лазить в телефоне ни в коем случае не проверять какие-то смс и так далее и тому подобное это бред если женщина захочет от тебя уйти то она это сделает даже если там запрешь на замок она пойдет не знаю к парикмахеру и все равно это случится поэтому в первую очередь думаю о том как быть для нее самым лучшим мужчиной и ни в коем случае мужчина не должен проявлять сильную ревность следующее значит мужчина я считаю мужчина не должен завоевывать и добиваться женщину то есть это тоже такая очень интересная ситуация сама формулировка добиваться мне не нравится то есть как бы мужчина однозначно должен проявлять инициативу мужчина однозначно должен проявлять настойчивость то есть показывать что он все равно как бы придет к своей цели то есть он эту женщину все равно как бы она будет его но вот само слово добиваться как-то она меня немножко коробит то есть смотри это вполне нормальная практика когда девушка как бы не активно отвечает на твои какие-то знаки внимания но так или иначе она хотя бы там каждый раз берет трубку она не скрывается от тебя то есть ты говоришь давай увидимся она говорит ну вообще-то конечно типа я не планировала ну если только прям ненадолго то есть это понятно что женщину нужно уважать это нормальные женские какие-то штучки то есть показать что ей это не нужно то есть если женщина хоть как-то намекает ну и там немножко на 10 процентов дает понять что твои действия по отношению к ней как бы они все-таки как бы имеют какой-то смысл да то значит есть смысл проявлять настойчивость и есть смысл вот этого добивания так сказать добиваться и так далее но я говорю о том случае что если девушка вообще никак просто ну не выходит на контакт она тебя скрывается она не отвечает на смс она не отвечает на звонки тебе приходится вылавливать ее где-то возле работы там еще где-то караулить то есть она категорически показывает свое свои 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 без свою безинтересность к этому процессу то есть к тебе в этом случае добиваться и заслуживать ее внимание это полный полный бред то есть мужчина должен еще раз проявлять настойчивость проявлять инициативу но что значит добиваться слушай как бы это нужно об обеим сторонам то есть общение отношения обнимашки целовашки секс то есть ей и очень нужен секс так же как и тебе нужно чтобы рядом был мужчина ей нужна семья и нужны отношения как бы если женщина очень жестко позиционирует так что ей ничего этого не надо все это нужно тебе но есть такая штука ты наверное думаешь что пусть я буду добиваться но когда ваши отношения уже превратятся в отношения то есть у вас будет секс у вас будет близости вы уже сблизитесь то типа что после этого ты сумеешь занять главенствующую позицию в отношениях я тебе скажу что скорее всего но из моей практики 99 процентов что у тебя это сделать не получится о чем я это о том что включи мозг да ты здесь как в позиции просящего в позиции заслуживающегося заслуживающего и добивающегося и тут вдруг ты решил что после секса после вас и вашей близости типа ситуация поменять нифига подобного скорее все будет следующая штука блин не хочу ругаться матом ну то есть допустим есть такое слово как женский половой орган букву п вот есть такое слово словосочетание как шантаж этим женским половым органом вот и если ты будешь добиваться девушку заслуживать в нем внимание и так далее то скорее всего ваших отношениях будет происходить вот это понятие как шантаж женским половым органом будешь себя вести так как я хочу так как нужно будет секс там будете счастье я тебе буду давать если не будешь вести себя так как мне нужно значит секса не будет как бы будешь будешь лежать опять в подушку то есть если ты этого хочешь пожалуйста я считаю мужчина не должен заслуживать добиваться женщину дальше что еще я хотел тебе сказать мужчина не должен критиковать свою женщину то есть если ты ее выбрал да то есть смотри если тебя что-то не устраивает особенно если ты старшая девушка молодая то ты должен ставить ее на путь истины и скажем так направлять ее как-то воспитывать ее учить объяснять ей что правильно что неправильно но его как-то упрекать особенно если в плане какой-то внешности например это очень неправильно потому что ты ее такой выбрал поэтому если тебе что-то не нравится разговариваю всегда можно поговорить всегда можно решить разговором ты знаешь я считаю что ты не права в этой ситуации мне бы хотелось чтобы ты делала вот так вот так вот так потому что ты же оценишь наши отношения, ты же дорожишь ими, иначе мне будет неприятно, некомфортно, то есть таким образом ты делаешь мне неприятно, ты делаешь мне больно, ты делаешь мне некомфортно. Если девушка, например, перестала за собой ухаживать, начала толстеть, перестала краситься, перестала одеваться сексуально дома и так далее, об этом тоже можно как-то очень плавно и мягко намекнуть, то есть не надо говорить это впрямую, что ты стала некрасивая, я тебя не хочу, ты стала непривлекательная для меня и так далее. Чем больше она для тебя не красавица, тем больше ты для нее не герой Попробуй повыводить ее куда-то с собой на какие-то светские мероприятия То есть и у женщины, у нормальной должна сработать такая штука, что она должна там почувствовать, что, блин, как бы у меня мужчина ухоженный, достойный, спортивный, красиво одетый А я как-то вот что-то здесь немножко отстаю То есть ей станет неудобно и она будет стремиться к этому Либо попробуй показать ей своим примером Начни сам активнее заниматься спортом, еще более хорошо одеваться, ухаживать за своей внешностью То есть таким образом у нее должен включиться мозг То есть все вот эти вещи можно решать какими-то спокойными, плавными, мягкими разговорами, но без каких-то претензий То есть не надо предъявлять претензии, мужчина не должен предъявлять претензии своей женщине То есть что еще должен, что не должен Есть, конечно, тема для обиженных мужчин Не должен заезжать на машине на свидание Должен или не должен платить за женщину Ну слушай, ну по поводу платить я даю на своих тренингах такое задание Один раз Оно имеет очень много глубоких и полезных смыслов Сделать так, чтобы девушка сама за тебя заплатила на свидание, на встрече Но вот это вот какая-то студенческая, нищебродская херня из серии там Пусть сама за себя платит Слушай, ну пусть как бы Но скорее всего она найдет себе нормального парня, который считает, что я мужчина Я в состоянии заработать и на себя, и на то, чтобы там накормить или одеть свою женщину Или потенциально мою женщину Как бы для нормального мужчины быть добытчиком Ощущать себя в отношениях тем, кто может позаботиться финансово о нас обоих Это нормально То есть это наоборот кайф чувствовать себя настоящим мужиком Какие-то еще есть там обиженные темы Женщина должна звонить первой, не должна звонить первой Здесь можно до бесконечности разговаривать в этом видео Да, вот еще один нюанс, я забыл тебе сказать о важном Все вот эти проблемы, все вот эти внутренние диалоги мужские и серии там должен, не должен Все это берет свое начало только из одного места, из одной проблемы То есть вся проблема мужчин в том, что у них в жизни нехватка, дефицит и катастрофически малое количество женщин То есть отсутствие выбора Вот, и из-за этого отсутствия выбора появляется какая-то одна девушка, которая нравится в поле зрения Каким-то чудесным образом, да, там кто-то тебя познакомил или где-то вы сошлись Или на сайте знакомств или что-то И начинается вот вся эта история вокруг одной женщины И поэтому так неприятно, должен, не должен То есть когда у тебя есть доступ к красивым девушкам, ко всем, да То есть когда у тебя нет проблем коммуницировать с ними, знакомиться, общаться, соблазнять Там строить отношения, ходить на свидание Когда ты знаешь и умеешь, как это делать Как при этом держать себя с позицией сверху Ты не будешь так сильно париться насчет того, должен, не должен То есть ты будешь делать то, что ты хочешь Ты будешь не делать то, что ты не хочешь Как бы это все очень легко и просто, понимаешь То же самое, что с клиентами в бизнесе, например Когда у тебя клиентов нет Их практически нет или мало Приходит какой-то один клиент и начинает тебе говорить какие-то свои условия Там выпендриваться Я хочу так, я хочу вот так А мне сделать отдельную скидку А я хочу еще вот такую доставку И ты понимаешь, что это тебе не выгодно Но поскольку этих клиентов нет Ты не хочешь его терять И возможность, допустим, заработать на нем деньги хоть какие-то И ты вынужден идти у него на поводу То есть ты вынужден идти на уступки То есть должен делать какие-то вещи, которые ты не хочешь Но представь, когда у тебя много клиентов Когда у тебя их настолько много, что ты уже просто вот Как бы буквально от них уже отбиваешься То есть наверняка ты будешь вести с ними согласно каким-то твоим правилам То есть если я не хочу какие-то вещи делать Если они в нашей фирме, в нашу услугу не входят Я этого делать не буду Ты это доступно четко, но очень коротко и жестко объясняешь клиенту Говоришь, слушай, уважаемый, у нас вот так Если не нравится, как бы Ну, конечно, это не совсем правильное тоже отношение к клиенту Но иногда хочется послать кого-нибудь нахер Согласись, такое бывает Вот, поэтому Еще раз, все проблемы только от того, что у вас дефицит девушек У вас нет выбора То, что вы Имеете возможность общаться с женщинами гораздо реже, чем это вообще реально То есть вы живете абсолютно в разных реальностях со мной То есть как бы у меня одна реальность, у вас другая реальность Пожалуй, на этом будем заканчивать Об этом, обо всем, что мужчина должен Что мужчина не должен, там, на мой взгляд То есть расписано более подробно и намного более ситуации Я расскажу тебе в своей следующей книжке Которая у меня выходит в течение 2018 года То есть это будет такая своеобразная книга Как бы продолжение книги «Позиция сверху» Которую ты, я надеюсь, уже прочитал Если ты ее не прочитал, еще ее в книжных магазинах или на сайте azon.ru Вот И увидимся в следующих видео Это был Шамшурин Надеюсь, тебе было полезно Подписывайся, ставь лайки, ставь дизлайки Приходи на консультации Увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok